World of Tanks выполняй несложные задания на своем мобильном устройстве, а также не забудь ввести специальный промокод. Вся информация в описании. Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist. И сегодня у нас будет наконец-то долгожданный чек онлайна в World of Tanks. Мы с вами попытаемся разобраться, что же, черт возьми, происходит с популярностью нашей, безусловно, самой любимой игры. Подобные видео я записывал уже и раньше, примерно раз в полгода, иногда чуть реже. Но в этот раз пришлось слегка задержаться, так как сайт Statsvotaping, на котором мы все это смотрим, он лежал долгое время. Но вот сейчас, слава богу, встал на ноги, и мы можем уже понять вообще всю ситуацию. Я вот больше всего интересуюсь тем, сохраняется ли прежняя тенденция снижения онлайна в среднем на 30-40-50 тысяч по сравнению с теми же самыми днями год назад. И причем повторяется это из года в год. То есть у нас минус 30, минус 30, там минус 40. И это, ну, как вы понимаете, тенденция, которая рано или поздно приведет к тому, что онлайна не останется совсем. И надо вот нам будет с вами в этом разобраться. Для этого нам придется сравнить результаты с предыдущим годом, что мы обязательно сделаем. Но начать я предлагаю все-таки с начала зимы 2017 года, ну и также на конец зимы уже 2018, то есть полгода назад, что происходило. У нас, в принципе, каждый год одна и та же ситуация. В середине, примерно декабря, онлайн резко подрастает, да, подскакивает и держится таким примерно месяц. Пики достигаются, как правило, там, ну вот в первых числах января. С чем это связано? Ну, во-первых, зима, это вообще время, когда люди больше сидят дома, меньше ездят по всяким там дачам и так далее. Кроме того, стартует большое количество самых разных акций от VG, скидок, каких-то X5, несбиваемых X2, какие-то марафоны. В общем, постоянно происходят какие-то ивенты, которые также поднимают интерес людей к игре. Ну, и если мы сейчас посмотрим, мы увидим, что максимальное значение у нас достигалось, ну вот, 734 тысячи было игроков. Это было 5 января. Ну, тут примерно столько же было вот 17 декабря, но больше онлайн не поднимался. Много это или мало, мы поймем чуть позже. Но, в принципе, смотреть вот такие вот суперпиковые значения нет особого смысла, надо смотреть в целом. То есть, в среднем онлайн около 680-700 человек держался вот в эту зиму. После чего, примерно с середины января онлайн начал падать. Опять-таки, это происходит каждый год. Это нормальная ситуация, потому что зима, ну, как бы праздники заканчиваются, люди начинают работать, там акции заканчиваются, и, в общем, это нормально. И онлайн от середины января до апреля самого, он держится там, ну, примерно на одном уровне. Чуть-чуть просаживается с пиками, пики связаны с какими-то акциями, возможно, на выходные. Как вы видите, они обычно длятся 1-2-3 дня максимум, ну, иногда вот 4. Возможно, здесь какой-то праздник был, я, честно, не помню уже. Ну, и далее ситуация у нас идет, скажем так, по своему пути до 9 июня. И онлайн, скажем так, дает обычно, это каждый год, опять-таки, происходит, такой всплеск последний на 9 мая, потому что там, опять-таки, куча акций всяких разных, и после чего он уже уходит в такое уныние лето. Действительно, это не фейк никакой. Каждое лето онлайн стабильно падает сильно по отношению с зимой, это происходит каждый год. Вопрос в том, падает ли он относительно предыдущего лета, понимаете? То, что он падает относительно зимы, это никакой, ну, это никакая не загадка, это факт. Это происходит постоянно. Ну, и мы видим, что вот сейчас, примерно с середины мая до, уже почти середины июня, мы видим средний онлайн 370, это пиковый, напоминаю, что это все эти значения, это пиковый онлайн за сутки. Не средний, а именно пиковый. Вот, но у нас значение там 300, сейчас, погодите, чтобы не соврать, давайте я приближу просто. Значение у нас 370, ну, максимум вот 400 тысяч человек. И это у нас вот сейчас такое происходит, конец мая, начало июня. В принципе, ну, выглядит не очень, да, согласитесь, оптимистично. Давайте посмотрим, что у нас происходило год назад. Дальше мы посмотреть не можем, ну, летом обычно эта тенденция продолжается, возможно, еще немножко просядет, но плюс-минус обычно то же самое летом происходит. В общем, давайте посмотрим, вот у нас зима 2016 и 2017 года, то есть ровно полтора уже, получается, года назад. Пиковое значение было 835, то есть почти на 100 тысяч больше, чем в этом году. Это пиковое. И при этом, даже если мы посмотрим средние значения, мы увидим, что здесь 700, здесь вон вообще 760. То есть, ну, очевидно, что онлайн был повыше позапрошлой зимой, то есть, получается, 2016-2018 года. То есть, здесь мы уже видим снижение онлайна примерно, ну, грубо говоря, тут даже, ну, даже больше, чем на 50 тысяч. Тут уже ближе к тысячам, наверное, к 70. Но, ладно, тем не менее, идем дальше. У нас идет конец зимы, начало марта. И здесь, опять-таки, мы видим ситуацию, но тут, как вы видите, все-таки такие и есть подскоки, причем даже не на пару дней, а тут на неделю. Вот, я не знаю, видимо, какой-то марафон был, но тут у нас уже онлайн такой более-менее 700. И, несмотря на то, что начинается весна, онлайн держится, это вот, еще раз говорю, 16-17 год. Онлайн держится более-менее нормально. И лишь только, вот, давайте сейчас на май, июнь, там, все это, июль перенесем и посмотрим. Смотрите. И у нас наблюдается, опять-таки, последний всплеск, смотрите, на 9-10 мая, да, точнее, 8-9, видимо, так были праздники в том году. До 580 человек. И после чего опять пошел спад. И мы видим с вами, ну, грубо говоря, если так чекнуть, средний онлайн примерно 440. Ну, тут иногда повышение до, наверное, почти 500, 460. Ну, короче, 440, 460, это вот в хорошие дни, там, не очень хорошее 400, 420. Это было, вот, еще раз говорю, год назад. Смотрим еще раз, чтобы не перепутать, что происходит сейчас. Напоминаю, 400, 440, 460, 300, 380. То есть, мы видим, что тенденция по снижению онлайна на примерно 30, 40, 50 тысяч в год, она абсолютно сохраняется. Если что, то в 16-17 год значения отличались от 15-16, тоже примерно на 30-40 тысяч. Я в предыдущих видео подобных это рассматривал подробно все. Соответственно, то есть, тенденция продолжается, и что нам это дает? Если она сохранится, то примерно лет через 5 у нас онлайн на в игре не останется совсем. Но я думаю, что она не будет, как бы, постоянно именно такими же темпами идти. Скорее всего, темпы будут меняться, но действительно неутешительные выводы онлайн падают. И это факт. Причем, самое смешное, что даже патч 1.0 не смог ничего спасти. Наоборот, у меня, знаете, такое ощущение, что такое мощное снижение онлайн. Вы просто посмотрите, то есть, у нас здесь 360, а до этого было 440. То есть, мы видим снижение даже не на 30-40 тысяч, а 1000 на 70, на 60, по сравнению с предыдущим годом. Это даже более какие-то жесткие темпы. Я почти уверен, что связано это с тем, что данный патч, к сожалению, снизил производительность на некоторых системах. Это факт. Многие люди, кто играет на слабых ПК, уже заметили, что игра стала больше тормозить. И мне кажется, что просто вот среди вот этих вот цифр, которые отпочковались, да, у нас в этом году, есть достаточно большое количество владельцев довольно слабых ПК, которые просто потеряли возможность играть в танки вообще. В принципе. И мне кажется, что связано это с данным фактом. Если среди вас есть такие, то напишите в комментариях, если есть возможность. В принципе, ну, говорить здесь больше не о чем. Мы все-таки все посмотрели, ситуация довольно ясная, и понимать ее как-то двояко довольно сложно. То есть, ну, все понятно вообще. Теперь давайте, я обещал, просто или я не помню, не говорил, посмотрим с вами на онлайн World of Tanks Blitz. Я всегда сравниваю, потому что, ну, игры по сути похожи, да, очень сильно. Но, тем не менее, довольно интересно посмотреть, что происходит здесь. И смотрите, друзья, просто вот я покажу сейчас. Здесь у нас абсолютно диаметрально противоположная ситуация. У нас каждый год, это вот, чтобы вы понимали, я сейчас с конца 16-го по сегодняшний день сделал онлайн. И мы видим, что наоборот у нас вот это вот волны, которые каждый год идут, они наоборот увеличивают свою амплитуду, можно сказать. И онлайн у нас сейчас больше, чем год назад. То есть, Blitz это игра в Wargaming, которая действительно растет в популярности. Несмотря на то, что вроде как там тоже есть определенные проблемы, как я знаю, да, но очевидно, что эта игра наоборот каждый год привлекает к себе все больше и больше игроков. И с этим, ну, я не буду тут подробно смотреть, потому что нет в этом смысла. Просто общая тенденция видна и окей. Ну и давайте под конец еще посмотрим обязательно на кораблики. Потому что тоже, возможно, кому-то интересно. Мне, например, вот любопытно. Так что-то не хочет он. Нет, загрузилось все-таки, слава богу. Здесь, кстати, обратите внимание, таких прямо всплесков сильных нету. И, в принципе, тенденция кораблей была такая, что онлайн примерно держится на одном и том же месте. То есть, он жестко не проседает. То есть, есть просадки, если смотреть по отношению к 2016-2015 году. Но, если сравнивать с 2017-2018, то примерно одно и то же. То есть, ну, тут есть свои взлеты, свои падения. Вот очень жесткий пик тут был на март. Хотя онлайн, конечно, все равно, ну, высоким назвать, как бы, рука не поднимается. Это в среднем 25, там, максимум 30 тысяч. Ну, сами понимаете, что это, по сравнению с танками, это меньше 10% даже нынешнего онлайна World of Tanks. Ну и, в принципе, здесь нету каких-то таких жестких спадов и пиков. Просто такая вот, ну, более-менее ровная, ну, относительно линия. И онлайн он не просаживается. То есть, ну, если есть какие-то просадки, то они совсем незначительные, там, в пределах погрешности. То есть, популярность кораблей, она не падает. Видимо, просто у них есть какое-то свое комьюнити, какие-то вот свои игроки, которые играют. И они продолжают играть. Мне вот почему-то так кажется. Ну и последнее, конечно же, посмотрим самолеты. Как же без этого? Вот. Я говорю, самолеты-то мы посмотрим сегодня? Нет? Или не хочет он потом подгружать что-то? Блин, обидно, на самом деле. Что-то он на кораблях вообще задумался. Ну-ка, погодите, давайте перезагрузим. Ага, перезагрузим страницу. Сейчас, надеюсь, все-таки откроют нам самолетики. В общем, ребят, ситуация, на самом деле, неутешительная. Мы видим, что танки действительно теряют игроков. Это факт. Я уж не знаю, с чем это в этот раз связано. То есть, как и раньше, просто люди устают. Да, ну, то, что их ожидания не, скажем так, осуществляются. И отношения также к игрокам. Ну, плюс, еще говорю, в этот раз, возможно, сыграло роль, что банально люди не могут играть, потому что комп не тянет. Ну, смотрите, в общем, как бы здесь... Ага, то есть мы даже онлайн нормально не можем посмотреть. Что-то тут почему-то перестал чекаться онлайн, начиная с 17-го года. Ну, понятно, ладно, тогда не будем, не буду никак комментировать это. Ну, в общем, вы поняли, ребята. Спасибо за внимание. Такое вот видео. Просто очень многие просили сделать чек онлайн, а я сделал, как только появилась возможность. Так что, если было интересно, ставьте пальцы вверх, пишите в комментариях свои какие-то мысли. Возможно, вам есть что сказать. Подписывайтесь на канал, обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Всем до скорого, друзья, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok